а кто может исцелять вот вы уже как бы отвечали но человек сидит да я вот сколько раз не молился вот ну ничего не происходит на как пилат я умываю руки вот возложил сделал дело но чудо не произошло вот почему бог может не отвечать или как долго надо ждать этого исцеления моментально ли она происходит или это процесс который запускается мне пришлось слышать свидетельство одного человека который был рэп или рок музыкантом свое время известным достаточно нас в россии но он уехал жить другую страну и там как-то наткнулся на программы евангелиста который ходит и исцеляет вот он увидел что на улице прям можно сам будучи такой скажем а он искал всякие восточные направления почему он уехал туда на этот остров бали что ему очень хотелось что-то узнать и вот он нашел их контакт с этим евангелистом и звонит ему и говорит а вот как это ты делаешь я вот уже хотел а ты христа принимал пока нет с этого надо начать поэтому возьми евангелие и он звонит одному человеку которого был вечером не так давно но не знал его просто друзья его туда привели и он там осматривает место жительства обнаружил маленькое евангелие на английском языке на полочке и вот он ему звонит и говорит слушай я вчера был у тебя ли там на днях был и увидел тебя евангелие можешь мне в дате на время или подарить не просто надо с ним познакомиться там тишина он говорит ты меня слышишь опять тишина слышу ягод сейчас сижу у костра чтобы выкинуть евангелие ты мне в этот момент звонишь вот подожди подожди подожду и вот он приезжает берет у него евангелие то почему ты хотел выкинуть то я хотел от наркотиков освободиться и сказал если меня бог освободит а вот не получилось поэтому я решил с ним расстаться он говорит подожди мы разберемся в результате он берет это евангелие я сел и стал читать и вот я читал 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 часами читал и вдруг слышу говорит спустя там несколько дней сосед идет сосед был катался на серфинге и что-то с ногой повредил еле-еле идет не может подняться на свой этаж он сейчас я к тебе спущусь и как раз дочитал до евангелия от марка 16 главу и слушай там написано руки возложить человек будет здоров давай на тебя положу и помолишь ну давай потому что у него связка порвана у него там перелом лодыжки ему вариантов то ведь я помолился у меня на глазах кость рослась мы вместе с ним запрыгали от радости и все он пошел по рынкам стал исцелять это человек который вообще в церкви никогда не был а сейчас вы сделали священником православным интересно интересная судьба да да я читал историю апостолов то как они дальше двигались исторические разные справки вот про апостола андрея есть такая такой момент зафиксирован что он воскресил мальчика которого растерзали собаки на части вот как это произошло вообще даже не укладывается в голове как это да вот просто по частям он собрался как в этом пророчестве даст про сухие кости которые как будто собрались по частям и бог снова я думаю что есть актуальность сейчас в таких вещах потому что мы сейчас живем в тот период когда люди остаются без конечности у меня у прадеда моего мужа так как мы в общем то уже в поколениях христиане и у него был такой потрясающий случай сразу после войны когда он на стадионе где-то молился за людей люди исцелялись прям стояла очередь большая он сюда каждого молился исцелялись и вот подошел один человек у которого в карман в сонут рукав потому что нет руки майор после войны остался без руки он подошел и таким смущенным голосом говорит а мне можно и тот посмотрел понимаешь что пока что он исцелял но не чудотворение проявлялось а здесь нужно чудотворение я сказал бог мой силен это сделать это он положил руку на его рукав и выросла рука и там конечно весь город пришел движение после этого приехали исследовать этот вопрос это советское время глубоко советское сразу после войны и когда стали смотреть по документу ведь не может быть этот человек а угу а вот но это я посмотрите вот и там все можете проверить как тот хромой до этого хотели и в конечном итоге они сделали такое заключение что это другой человек и его отправили в другой город потому что здесь то все знали что это тот человек вот это да аллилуйя сава в твоей практике вот какое самое такое яркое свидетельство исцеления когда происходило скажи пожалуйста ну наверное одно из таких самых ярких это когда наполовину парализованный мужчина сразу начал отжиматься ну то есть я молился за него и дух мне сказал пусть отжимается а я даже не знал что он бывший спортсмен и у него из-за наркотиков часть тела отказала он ходил как бы еле как робот и в тот момент когда я ему сказал это он просто был восполнен веры упал и начал отжиматься вот и пять раз он отжался хотя бы наполовину парализованный и кроме этого он не мог поднимать руки руку одну из рук вверх он стал ее поднимать то есть он не мог идти спиной назад у него сразу начало это получаться то есть такое было комплексное исцеление и в дух мне еще сказал что он должен заниматься спортом а потом мне уже сказали что он бывший спортсмен то есть это вот одно из таких сильных свидетельств и второе сильное свидетельство к можно уточнить христианин да он церкви подошел но он не знал что я вот прям двигаюсь выселение но я сказал что кто хочет пусть подходит и он самый первый дошел вот а второй свет это от астмы то есть это подошел парень и говорит вот у меня астма и я за него молился меньше одной минуты то есть я просто возвожу руки что-то сказал я ему стало говорить делай большие вдох выдох и тот момент когда он это начал делать он получил исцеление но он сказал я подожду и на след сутки прошли и следующим вечером он нашел меня подошел и сказал реально говорит астмы нету я не нуждаюсь в каких-то препаратах я полностью исцелен и вот два таких сильных свидетельств слава богу ольга вам тут комплименты пишут спасибо первый раз вижу женщину в боге увереннее многих мужчин еще так хорошо знающую писание вот такие вот елена пишет вы очень поддерживаете в трудную минуту это очень ценно спасибо дорогие что пишете это вдохновляет дальше служить приглашать гостей общаться молиться еще зачитаю несколько ответов и будем молиться за наших телезрителей если вы еще не успели отправить свою молитвенную нужду пишите прямо сейчас марк пишет исцеление может не прийти когда ты не веришь в это исцеление как вы думаете все ли люди которых исцелял христос были исполнены веры или какие-то исцеления не зависели от веры конкретного человека они приходили как просто суверенная воля христа я исцеляю и все думаю что большинство люди которые не верили почему а потому что у них вера поднималась когда они видели подобных а например тот же расслабленный который лежал 38 лет да он же сразу сказал что я не имею человека то есть у него была вера в то что кто-то опустит а что тут он видел как приходит движение купальня а вот чтобы кто-то отпустил таких желающих не было то есть у него вера уже в какие-то атрибуты в какие-то уже нет методы от отработаны и крайне редко на это да вот например когда женщина прикоснулась и он сказал от меня силой зашла кто прикоснулся ученики когда все тесняют нет он понял что кто-то прикоснулся я в израиле такой веры не нашел то есть идет речь о том что она будучи не израильтянкой она получила то что принадлежало народу на тот момент израильского получается что в этой ситуации вообще никакой воли со с точки зрения христа в ее сторону не сходил она как бы на своими растянула стянула это исцеление да так интересно еще пишут если перестала молиться исцеление может не прийти михаил пишет отсутствие праведности христа приводит к сознанию грехов где нет исцеления роман каменщиков пишет когда есть грех исцеление может не прийти олег пишет пишет если есть неверие ну конкретно что я не исцелюсь у меня была ситуация я буквально недавно встретил человека который был слепой я хотел помочь ему и он мне сказал что ему 93 года я ему предложил молиться рассказал все будет нет мне это не надо я горит 93 года говорит мне я объездил там 50 городов россии в общем то много чего посмотрел я за всю жизнь ни одного чуда не видел я говорю а я очень много видел чудес давайте буду молиться он категорически нет не надо за меня молиться не менее какие чудеса не нужны исцеление не надо вот интересно то есть здесь конкретно вот я я не смог его переубедить заставить его то есть и он не видел других чудес чтобы вера возросла да вот как вы говорите вот как таких ситуациях поступать конкретно я не верю стоит ли молиться такого человека или нет вера от слышания и если вообще-то насильно бог ничего не дает написано что он ненавидит грабительство с насилием насильно можно отобрать но не дать и поэтому пока у человека вот вера не поднималась да вот христос тоже увидел что веры не было кстати в одни христа он не совершил ни одного чуда потому что они не верили в него да в родном городе вот и пожалуйста небольшую правку можно сказать что вот прочту марка 6 глава 4 стих иисус же сказал им не почитают пророка только в его отечество среди его родственников и в доме его и не мог из иисус сотворить там ни одного чуда его смотрите что очень важно что мы видим исцелил только немногих больных возвожив на них руки их неверие удивляло его то есть по сути мы не видим в писании ни одного места где иисус не мог бы исцелить то есть даже в своем родном городе он исцелил тех на кого возвожу то есть все были исцелены на кого возвожу руки не исцелились именно только те кто не хотели не подошли не приняли но те кто позволили возвожить руку были исцелены то есть я вот так понимаю это место писания дорогие друзья телеканал тбн осуществляет свое вещание по всему лицу земли достигая 186 стран мира и каждый человек кто слышит нас получает ободрение вдохновение поддержку мы получаем тысячи и сотни тысяч ответов откликов свидетельств об измененных жизнях у вас есть возможность стать партнером в этом глобальном служении переходите пожалуйста по ссылке ниже и вы узнаете как поддержать это служение буквально за несколько минут будьте частью этого большого движения благословения людей расширение царства божьего